Мы сегодня с вами разбираемся в большей степени с теми людьми, которые имеют лишний вес и говорят, Лена, я не могу, у меня есть сила, у меня есть воля, но у меня нет силы воли, я не могу быть такой паникой, как ты, это ты не срываешься, а я срываюсь бесконечно, это ты можешь удерживать нормальный вес, а у меня женщина гармошка, то много, то мало, вот и так далее. Нет, друзья, нет, нет и еще раз нет. Первый постулат напишите, я завтракаю низкоуглеводно, вы пишите про себя в реальном режиме времени, будто это уже произошло, я завтракаю низкоуглеводно, почему так важно начать день завтрака, почему так важно, начав день завтрака, не дать большого количества углеводов, показываю, показываю на пальцах, смотрите, когда вы всю ночь спали, у вас был минимальный уровень глюкозы в крови, но он был минимальный, есть норма 3,3, нижняя граница нормы по глюкозе, я тут показываю, вы не видите, есть нижняя граница нормы 3,3 по глюкозе и верхняя граница нормы 5,5 по глюкозе, так вот, когда вы всю ночь спите, вот ваш уровень глюкозы где-то на нижней отметине, может быть в пределах зеленого нормального промежутка, а может быть даже ниже, это называется, человек находится в гипогликемии, количество глюкозы в его крови ниже нормы. Так вот, вы просыпаетесь и уже начинаете что-то делать в течение дня, тратя энергию, а энергию нужно откуда-то взять, проще всего энергию взять из углеводов, поэтому задача быстренько поесть. И когда вы кушаете, например, мюсли, какую-нибудь овсянку мюсли, туда еще банан покрошили, туда еще много изюма навалили и так далее, это фактически углеводный завтрак. И уровень глюкозы из этого углеводного завтрака очень быстро начинает подниматься и забивать за верхнюю границу нормы, это нужно понимать. Забивает за верхнюю границу нормы, но глюкоза сама по себе в кровотоке, она опасна. Чем опасна? Гликация. Гликация это убийство белков человеческого тела, засахаривание, безвозвратное, то есть был гемоглобин, который переносил кислород, его догнала молекула глюкозы, убила, и это гемоглобин, который не переносит кислород. Это просто мусор белковый, который плавает в крови, его потом выловят, когда будет положено. Но пока он плавает, он имитирует деятельность, он не занимается деятельностью. Ладно, гемоглобин, ну как, гемоглобин это очень важно, а ваш коллаген, а ваши ферменты, а ваши антитела, всех жалко на самом деле. Всех белков убитых кем? Глюкозой, жалко. Так вот, если человек так поел, что уровень сахара в его крови очень высокий, выделяется гормон под названием инсулин. Инсулин хватает глюкозу за руки и запихивает в безопасное место, где она не может убить белки. Вот это его основная роль. То есть инсулин взаимодействует с клеточкой, с рецептором, вот он ее прикрыл, и открывается такой портал рядом для глюкозы. И глюкоза из крови прется туда, внутрь клетки. И там внутри клетки либо ее сожгут с образованием энергии, либо отложат в виде гликогена, но это немного, либо отложат в виде жиров, и человек полнеет еще больше. Вроде бы он ест фитнес-мюсли на завтрак, а он полнеет. Просто потому, что после такого фитнес-мюсли завтрака нужно реально идти на фитнес и отмаслать где-нибудь на тренажере где-то час, чтобы сжечь эту глюкозу, а не отложить ее в виде жира. Понимаете, в чем дело? Но когда выделяется гормон под названием инсулин, он очень быстр. Это инсулин-стрессовый гормон. Он повышает уровень вашего артериального давления, он делает вас немного агрессивным и включенным в жизнь. И многим это действие нравится. На самом деле он так быстро работает, что уровень глюкозы в крови съезжает вниз, съезжает вниз очень быстро и забивает за нижнюю границу нормы. И возникает состояние гипогликемии. А это вы уже позавтракали, через 40 минут начался выделение глюкозы в кровоток, где-то еще через минуток 10 инсулин похватал, все позапихивал по клеткам. В общем, через час после завтрака вы голодная, как будто вас никто никогда не кормил. И вы в этот момент делаете пищевые ошибки. Вы выбираете, вот приехали уже в офис, а в офисе, вот мне девочки-американки рассказывают, у нас в офисе стоят вот такие огромные вазы. И в этих вазах сплошные углеводы. И это бесплатно. Бесплатный кофе и вот эти бесплатные печенюшки, какие-то крекеры, какие-то, ну в общем, вот это вот все стоит на каждом шагу. И отказаться невозможно, но бесплатно же. Но мои студенты и от бесплатного хавчика такого отказываются. Это ж не еда, это хавчик, друзья. Вот прям прямым текстом, да. Что делает человек, который попал в состояние гипогликемии? Он не контролирует свое пищевое поведение, он просто начинает есть вновь углеводы, потому что ему головной мозг в состоянии гипогликемии говорит, мне говорит, Бахтина, вот смотри, у меня глюкозы вообще мало. А вдруг ты за рулем? А вдруг ты переходишь дорогу? А вдруг у тебя стресс? А вдруг сейчас нужно спасать твою жизнь? Как я буду питаться? Я твой головной мозг. Ну-ка быстро иди поешь. И человек тянется за вот этой странной едой, которой едой-то назвать нельзя. Задача его мозга заставить человека съесть что-нибудь такое, чтобы уровень глюкозы в крови быстро взлетел. Это будет безопасно для головного мозга, но это опасно для ожирения всех клеточек вашего тела, в первую очередь печени. Человек позавтракал высокоуглеводно, и вот эти вот качели глюкозоинсулиновые, его будут сопровождать в течение всего дня. И он обязательно много раз ошибется, ему обязательно нужно будет множество перекусов. И следующий прием пищи у него должен быть тоже углеводистый, потому что с головным мозгом не поспоришь. Что происходит с людьми, которые просто игнорируют завтрак? Таких людей очень много, и они гордятся этим. Лена, у меня двухкратный прием пищи, у меня это поздний завтрак и обед, и ранний ужин. Вот, и я к такому привыкла, и буду стоять вот на этой позиции. Я... Хороши все формы целительства, друзья, я никогда ни с кем не спорю. Нафиг оно мне надо? С кем-то спорить? Нет, это вообще не про меня. Я задаю один единственный вопрос. Скажите ваш рост и скажите ваш вес. Девушка говорит, например, рост метр шестьдесят, а вес семьдесят или восемьдесят килограмм. Ваше двухкратное питание настолько неэффективно, что вы набрали вес и его удерживаете или продолжаете набирать, и вы ничего не хотите поменять. Ну как бы, ну хочу поменять, но тогда надо менять. Объясняю. Вы проснулись, вы проснулись, вы уже в состоянии гипогликемии практически, вот, или рядом с ней, то есть уровень глюкозы в вашей крови низкий. Вы пошли себя эксплуатировать, вы не чувствуете просто голода, но уровень глюкозы низкий. Но вы не чувствуете голода, и вы пошли себя эксплуатировать, вам нужно потратить большое количество энергии и так далее, вот, и в конечном итоге все равно потом поесть. Значит, вы будете ошибаться в вашем первом и вашем последнем приеме пищи. Либо это будет много, либо это будет достаточно высокоуглеводно. Записали, завтракайте, завтракайте низкоуглеводно.